Здравствуйте, друзья! Мы с Натальей едем на дело. Наталья, как отчество? Юрьевна. Наталья Юрьевна, едем на дело. Дело у нас простое, как-то забота наша такая, забота наша простая. Будем сниматься мы в музыкальном клипе. Да. Будем сниматься в музыкальном клипе у Регины Тодоренко. Не знаешь Регину Тодоренко? Нет, пока нет. Потому что ты не знаешь передачу «Орел и Решка». Да. Вот. А вот все ее знают. Ну, плюс она певица, плюс она ведущая, продюсер, режиссер. Ну, в общем, все. Эффектная женщина опять же. Значит, я, честно говоря, думал, у нас тут на дороге могут пробки быть, но еще не так поздно. Обычно, когда я вот домой еду, так тут надо долго ехать к тому месту. А так мы, наверное, быстренько проскочим. Нас обещали быстро отснять, потому что у Натальи вечером урок. Есть урок? Да. Вечером у нас. У Натальи вечером класс. У меня, вообще-то, должен был быть онлайн-урок. Но я, с одной стороны, себя неважно чувствую с утра. Мало спал. Вот. А с другой стороны, вот это мероприятие. Поэтому я уже, чтобы перестраховаться со всех сторон, я попросил Жанну, она проведет свой урок. А я уже тогда отбатрачу в четверг. В общем, друзья, выходим, выходим на большую арену. Если раньше мы играли только самих себя, то теперь мы будем играть, что скажет режиссер, то и будем. Вот. Мы даже не знаем, в чем там еще сцена. Нам сказали, что нас снимут быстро. И чтобы мы могли отправиться, так сказать, на лона просвещения. На Ниву. Как правильно? Сеть. Мы отправимся на лона возделывать Ниву. Вот. В общем, такое вот. Доброе вечное, да? Ой, так вот. Доброго вечного у нас сколько хочешь. Хочу сказать, что у нас Жанна сегодня столкнулась с интересным феноменом. Девушка говорит, у меня сильное образование, там комбинация экономики и математики. Жанна, зная, что практически никто не может сказать, что сколько будет два в степени ноль, возьми ее и спроси. И та говорит, единица. И Жанна возрадовалась душой. Для Жанны это вообще все полностью. И черт ее дернул. Спросите, а если 29 в степени ноль? Та говорит, тогда два. Могу пахать, могу не пахать. Да, так что, в общем, пусть она ведет сегодня урок и немножко отдохнет от наших перипетий. А мы приехали, друзья, на улицу Кастро. Вот сейчас слева будет. Улица Кастро это не то, чтобы в Сан-Франциске, в Сан-Франциско, где там гей-комьюнити тусуется вокруг улицы Кастро. У нас своя улица Кастро. Герцог Кастро был таким, можно сказать, американским ермаком. То есть он осваивал просторы Калифорнии. Ну, герцог, конечно, герцог испанский. Так что и вот на этой улице в здании номер 444 будет происходить съемка. Потому что для съемки нужен был лифт, друзья. А найти лифт в Кремниевой долине это не так просто. Да, еще так, чтобы там разрешили снимать. Это тоже интересно. Мы сейчас едем в этот лифт. Все остальное я буду снимать на другую камеру. У меня, вы знаете, я весь в камерах. У меня и телефон тоже. Я редко на телефон снимаю. Тут у меня такая небольшая. Вот. И... Оп, 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 оп. Да, 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 да. Ой. Значит, должна была Светлана сниматься. Но она тут... Сегодня я за нее. Да, захандрила. И я подумал, что Наталья, Юрина, это такая, можно сказать, колоритная. Да, правда? Видно? Ну, я не знаю. Видно. Видно, видно. Колоритная, артистичная, эффектная. Вот. Единственное, что, может быть, мы бы нарядились немножко больше. Да, если бы нари. Ее предупредили. 444. Мы не проедем кто-то из них 444. Да, с номера это 650. А, значит, я... Ой, мама, это такая-то выскочил. Я думаю, что это вот тот. Это 650. Да, да, да. Это вот тот, который высокий торчит. Единственное высокое знание, друзья, на этой улице. Ну, тут тоже, может быть, есть лип, все-таки 3 этажа, 4. Ну, посмотрим. В общем, едем и ждем. Сейчас должен быть звонок от съемочной группы. Они там движутся из Сан-Франциско. Снимали там весь день. И вот мы вот-вот-вот-вот-вот сейчас вам все расскажем и все покажем. Да, друзья, я думал, что мы поедем на съемку. И на этом как бы наше переключение на сегодня кончится. Но это было не так. Потому что, когда съемка закончилась, и мы с Натальей Юрьевной сели в автомобиль, он не завелся. Не завелся он по причине того, что сел у него аккумулятор. Чего он сел? Тут, когда мы уже так обсуждали в коллективе, в трудовом и студенческом, значит, люди говорили, некоторые говорят, а что такое 8 лет аккумулятор? Он вообще тут в таком климате, тут нет перепадов температур и так далее. Другие говорили, ну, 8 лет это уже очень серьезно для аккумулятора. Я не знаю, чего он не подзарядился, когда мы ехали. Я вообще понять не могу, чего он вдруг вот так сел. Но, ну, завтра поменяем аккумулятор. Но, представьте, темно, вот примерно так же, как сейчас. Уже было почти 6 часов. Я, с одной стороны, так немножко чувствовал себя слабенько. С другой стороны, понимал, что по времени, может быть, я не успею на урок. Я попросил Жанну, чтобы она меня заменила сегодня в онлайновом уроке, который начинается в 6 часов. А мы на съемку приехали фактически к 5 только, понимаете? Там без 5, 5. И вроде бы у нас был маленький фрагментик, и мы его... Но все равно надо было его снять. И там, в общем, было связано с лифтом открывающимся, закрывающимся. В общем, надо было как-то управляться с этим лифтом. Ну, отсняли они. Отсняли, все было очень здорово, очень весело. Такая компания прикольная. Значит, ухарная. Вот снимают маленький клип тут на, не знаю, там, на 3-4 минуты. А тут столько работы вообще страшно. Я уже неделю его снимаю. Еще в Лос-Анджелу сейчас поехали. Там будут доснимать. В общем, будь здоров, работаем с клипом-то. Ну, что еще? В общем, да, машина встала. Ну, чего? Пытались дозвониться в сервис, который у меня от страховки есть. То есть мы платим там, не знаю, сколько-то в год, чтобы был сервис. И не дозвониться. Они говорят, ждите, 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 ждите. Че, я ждать буду? Ну, короче, взяли Uber за десятку. Да, ехали до офиса, до нашего. Ну, уже в офисе себя лучше чувствуешь. Начали думать, что делать. Тут есть сеть магазинов, которые продают запчасти всякие. Сеть работает до девяти. А тут где-то вот только-только шесть, примерно, вот так. Ну, и мы говорим, ребята, если мы там подъедем, возьмем у вас джампер, ну, такой удлинитель такой, да, для батареи. Вот. Стартанем машину, пригоним ее к вам. Поменяете ли вы нам батарею? Они говорят, понимаете, они говорят, время уже такое, если бы пораньше. А сейчас у нас просто людей нет. Батареи есть, людей нет. Если вот мы сами можете поставить. Ну, в общем, короче, наш Ренат, админ, съездил туда в магазин, буквально там от офиса пять минут, ближайший. Значит, купил там эти джамперы за сороковник. Хорошие, симпатичные, такие красавцы, новенькие. Мне очень понравилось. Вот лежат возле меня в машине. Ну, и мы от него поехали с Ренатом там, где бросили мою машину, посреди Mountain View там, ну, на парке, на парковке. Вот, стартанулись, приехали. В общем, я тут доделал то, что нужно было делать на работе. И вот машина, к счастью, завелась, понимаете? Я уже думал, тут мало ли что бывает. Сейчас опять не заведется. Завелась. И вот я вам рассказываю об этом радостном событии. Потому что, дай бог, чтобы еще завтра с утра завелась. И тогда мы точно поменяем аккумулятор. И будем жить долго еще с этим аккумулятором. Хотя, сами понимаете, если там по восемь лет стоять, так я не дождусь, когда второй менять. В общем, такая вот история, друзья. Это точно вот по той самой схеме, что искусство требует жертв. Вот мы сегодня принесли на алтарь столько всяких жертв, что должно получиться хорошее искусство, мне кажется. Вдогонку хочу сказать, что... Ну, мы там... Во-первых, я сам поснимал ребят, как они делают кино. Во-вторых, мы уже уходя, сделали с Натальей несколько фотографий на мой сотовый. Там, значит, Регина, Олег. Это люди из программы Орел и Решка. И мы с нашей Натальей Юриной из Портнов Компьютер Скол. И так получилось, что стоит Наталья, стою я, между нами Регина. И рядом вот оператор Олег. И бросил я это все дело на Инстаграм. Надо сказать, что реакция была почти мгновенной. То есть буквально за 15-20 минут было 8 сообщений. Регину знают. Вот. И... Но не все. Первая мысль у них была, что Регина приехала учиться в Портнов Компьютер Скол. Понимаете, как? Вот. Завязала с этим делом петь, перестала там продюсировать, режиссировать. Вот будет теперь тестером. В Америку, наверное, переехала. В общем, такая тема поднялась. И... Один человек меня очень порадовал. Он спросил, правда, говорит, приехала учиться. А вот эти с двух сторон, это ее родители? Вот. То есть мы... Нас с Натальей приняли за родителей Регины. И, в общем, вот... Вот так вот, друзья. Вот так. Неожиданно для себя так вот, значит... Оказываешься в мире звезд.